Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греши. Аминь. Номер 376. События дня. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Вот хочется узнать, что люди, когда ходят в храм, ничего не знают, не считают. И вот когда прочитают такое, а у нас это в храме напечатано, прямо над иконами, это надпись. Я же ходил молился, а Слово Божие не любит, тогда что будет? Но у нас это нет такого, у нас тут Слово Божие открыто все. Отклоняет ухо. Что означает это ухо? Да не желание слушать Слово Божие. А не желание, значит ты не знаешь, как молитва твоя должна быть, о чем просить. Почему, когда к Антонию приходили монахи, спорили они, доказывали друг другу, что самое важное, какая добродетель. Одни говорили молитву, правильно молитву, без молитвы нет ничего. Другой говорит, а что молитва, когда смирения нет? Смирение тут главное. А что смирение-то, когда ты Библию не знаешь? Надо Библию знать, там, ну все. И к Антонию Плещу он просто ответил. Самое главное добродетель, рассудительность. Если возникли такие разногласия. Почему? Ну а теперь сразу и думаю. Не научи, говорит, дурака молиться, он лоб расшибет. Правильно поститься надо, неправильно поститься. Пощение и голодание, это разное. Вот началась перестройка, разная литература пошла, и целые книги о голодании. И там системы, что и как, во сколько, на сколько, чего, какие клизмы ставить. Клизма, обязательно клизма должна быть. Прощищает, кровь научится ощущать. Какое отношение к посту имеет? Там из болезни, из этого. А это необходимость всем. Павел, что Павел был грешник какой, когда обратился. Нет, он говорит, постоянно в посте молитвы, бдении. Бдение, это ночная молитва, бодрствование. Кто отклоняет ухо свое от слышания этих слов, что с ним будет? Ну, а сектанты, когда даже разговариваешь, начиная с баптистов, самые близкие к православным. Никакого понятия о церкви нет. И не надо, я уверовал, хоть в лесу, хоть где два человека, все, достаточно. Бери хлеб, ломай и ешь. Ну, это даже ребенком нельзя назвать. Ну, ты посмотри на опыт церкви. Было ли тогда, зачем тогда рукополагать было? Уверовал, да и иди. И 14.23 Деяния апостолов говорит, 1.5 к титу, для того оставил недоконченное довершить. Ничего не понимает. Слово Божие, это в полноте. Все нужно взять. Во всей цельности. И такое толкование, чтобы ни одно место Писания не входило в противоречность с тем, как толкуется этот стих. А тут, где ни возьми, все кверх ногами идет. Этот стих касается абсолютно всех. Это у нас за 22 декабря 16 года. Ну, сегодня утро 23. И в поддержку этому стиху еще несколько мест Писания. Пророк Исайя 1.15. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Абсолютно ко всем относятся. А как к крови? Да вот из-за того, чтобы не потерять отношения с человеком, я ему уж не буду говорить. Вот это, что виделся грешающего и не сказал. Не обличил. Не наставил. Это из Икииля 3 глава 18 стих. Господь говорит, руки ваши полны крови. А Павел это прямо показывает. Говорит, я не упустил ничего, о чем не говорил. Поэтому я щи от крови всех. То есть его кровь я обзащу с себя, если ты не учил. А если учил, говорил, он погибнет, а кровь его на нем, а ты спас свою душу. Вот это никак. Учат, что-то какое тебе дело, что ты священника учишь. Да еще и епископу подсказываешь, не дай Бог патриарху сказать, тебя заклюют сразу. А тут разницы никакой нет. Ты видишь, он неправильно, перед ним яма. Он туда ведет других. Но надо как-то иметь в виду. Не на видение только надеяться, а на Библию. Как сейчас пишут. Одна там видит видение, такая посчитаемая старица. Идут широкой дорогой народу тьма. И впереди идут митрополиты и патриарх. И вдруг остановилось, что... Ну, решил посмотреть, вперед проходит. Они ризы подняли и оправляются прямо на дороге, по-тяжелому. Вот состояние. Показывает видение Ану Кронштадтскому. Чаша прищищает, а там жабы, пауки. Страшная мерзость. Как? Да никакой благодати-то нету. То есть это уже видение было. Будет время, когда храмы будут заново отстраивать. Купола золотить. Кукша об этом пишут. Тут мы уже приводили это. Но ходить туда будет нельзя. И спрашивают, ну это время пришло или не пришло? Ну, считается, что не пришло еще. А почему? Ну, потому что еще времена не исполнились. Это, видимо, время будет при Антихристе. Ну, судя по тому, как некоторые себя ведут священники, неприкасаемая каста. Епископов же не говорят, а вообще даже взглянуть нельзя боязно. Патриарх ей только колесом их машина раньше, для членов правительства. Но называлась тогда не Волга, а как она называлась? Чайка. А? Чайка. Чайка, видимо. Вот. Членовоз ее называли машиной. Только колесом кланяется. И дальше. Притча 15.8. Жертва нечестивых мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна ему. Вот как. Правильные и нечестивые в молитве уже разделяются. Слышит Бог или не слышит. Главная беда – это убил человек совесть. Вчера пришлось меня опять слушать. Там один на комментарии дает под роликом Сергея. И он говорит – совершенно бессовестный человек. Совершенно. Ему рта раскрыть нельзя даже. Как по-русски говорят – поганец, нечестивец, мерзавец. Все это его имена. И он говорит – даже лужи никакой нет. Совершенно бессовестный. С ним разговаривать даже нельзя. Ходил, проповедовал православный, все знал. А когда впал в прелюбодеяние, в разврат, и такие беды делал, ужас просто. А теперь я Бога не знал, поэтому теперь я уверовал, теперь по-другому. Пошел к баптистам, и опять то же самое. Их пресвитер звонит и говорит – за ним замещено такое. Да это он такой есть. Как у нас говорят – кобель бесхвостый. Еретик из еретиков. Кощунник из кощунников. И о чем с ним разговаривать? Можно только плакать и молиться. Я гляжу, вот как он пожимает губы, говорит, как смотрит. Но не будем сейчас нам в порядке говорить. Много сделал, говорит Александр. Пишет апостол Павел. Зачем он это пишет? Побыл у баптистов, и оттуда вышвырнули. Пошел тут к Архимандриту, и там, говорит, получил по зубам. Везде. Нигде ничего нет, человек. Почему? Только молись теперь, плачь, зализывай свои гнойные раны. Нет, он идет дальше и дальше. Все вокруг меня крутится и крутится. А врет на каждом шагу. Он не понимает. Если мне баптисты давали проповедовать, я баптист был. Да не был я баптистом. Не был. Проходит 15 лет уже, не 2 года, 15 лет. Обо мне знают во всей России, в Советском Союзе. Я приезжаю, и в центральных столичных городах мне представляют слово. Они желают слышать. Что я тебя буду называть? Киев, Харьков, Таллинн, Рига. Где я тебя буду называть-то? Спроси в Грузии. Притом на 4 собраниях в течение одного дня. Пресвитера подходят, мы только объявим собрание. Введите все собрание. И выступает у нас православный брат, приехал, знающий Писание. Он не понимает этого. Если я это говорил, вот сравнивать советская власть, герб, в какое время. Ой-ой-ой. Он понятия не имеет, совершенно отверженный Богом. И нет жертвы за грех, но некое страшное ожидание огня, готово пожать противников. И слушает его. Почему? А такие же. Знающий Бога, он увидит мерзость. Он со страхом отскочит от него. Почему? Все имел. Имел и попрал. Я вчера смотрю, слушаю, это даже не человеком назвать даже трудно. Столько гадостей выплескивает, говорит, извращает все. Все, что касается златоуста, на все идет. На каноны, на соборы, на все клевещет. Непрерывным потоком хула идет. Почему? Сатана вселился, всем злейших взял. Знал. Ходил, причащался. Наша община не так, где не знает о Боге. Тут баптисты ходили и старообрядцы к нам на занятия. Все знал, до единой буквы. Я на память знаю, по-славянски могу считать. Ну, ты же врешь сейчас, говоришь, что ты о Христе не знал. А я о Христе не знал. Но это любой тебе скажет, что, говорит, ты брешет собака. Почему? Сатана. Сатана. И ему прямо Господь сказал, говорит, отойди от меня, Сатана. Так, что там? Прича 20. Кто затакает ухо свое от вопля бедного, а то ты сам будет вопить и не будет услышан. Бедным называется не только бедный хлеб нуждается, но нуждающийся в духовном наставлении, по слову Божию. Вчера вы нам скинули хороший ролик, но сегодня я не могу еще показать. Вот у нас вообще отключен интернет. А почему отключен? Ну, утром звонили, говорили, но... Говорят, какой-то там ремонт идет и еще... Сколько времени-то? Семи часов нету. Сказали, вроде до семи не будет. Ну, только полседьмого еще. Вот это, посмотрите, что есть. Вот так нажмите Ctrl и нажмите. И баптисты. Говорят о бороде, что необходима борода. Это вообще новая новинка. Они против креста были, и здесь стоял ломик там наверху, как... А теперь крест поставили. Так, хорошо или нехорошо? Иные говорят, плохо. То есть они мимикрируют. Они теперь прям подделываются, что в обман идет. Ну, и посмотрите вот это, просчитайте там, как... Это не аудио, не видео, а просто как в бороде. И фотографии баптистов. И дальше ролик поставили. Детский православный лагерь «Стан» в ином формате вопрос. Соображение. И вот тоже Ctrl нажмите, а потом наберите курсор и щелкните на это, и сразу туда выйдете. Вот так. Ну, а может ли сейчас быть, интересно, вот сейчас я такого не делал, попробовать. Ну-ка. А то на бороде штунда. Ничего никуда не выводит. А выводить некуда. А почему некуда? А вот оно какое. Не удается получить доступ к сайту. Нету. И сколько ни... Все утро толкемся, и не можем никак выйти. Мертво. И модемы отключаем, и все, и... И еще не помогает. Ну, вот тут на сегодняшний день показать. Дальше. Так, и главное. Могу даже представить себе, как можно жить где-то на румынской границе, в тесном ущелье, где лепятся домишки к скалам. Не озера нет, Телецкого, и даже маленького озерца, или пруда, и где нельзя пройтись комбайну по просторам сибирским, по пшенице в пояс. У нас же у одного Жени Долгов село подстепанное полей 7600 гектар, где подсолнечник, овес, свекла, кукуруза, пшеница, ячмень и прочей культуры на стол. И как там у вас можно было жить? Это тут с одним человеком переписываемся, и он показывает, ну, там просто ущелье какое-то, маленько так, склоны, и домишки там лепятся, лепятся, лепятся. Стиснутый и взор, и разум. Видел в своих путешествиях такие места в Альпах, в дальних странах, близ Швейцарии. Жить там можно только за счет чужих земель. У нас же по Теряевке все растет, и ты можешь садить в сады, качать воду, выращивать хлеб и разные полезные злаки. Держать пчел, простор для взора, души и мысли. Видите как? Я взял сейчас переписки, вчера с одним хорошим человеком переписывались. Он говорит, я вот там жил, это моя родина, там, ну все. А тут простор, я говорю. И один пишет. Михаил пишет. Миром Игнатий Тихонович, позвонила Эннн, просит убрать все ролики с отцом Сергии. Ей позвонил епископ Иннокентий, как передает Энн, и ему стало плохо от просмотра этих роликов. То есть епископу стало плохо от просмотра роликов. Понимаете, вот такую галиматью гонят. Миллионы людей погубили, не проповедуя. Сотрудничают с властью, в экуменизме. Предали все католикам уже. А его не трогают от просмотра этих роликов. О том, как схему принимает человек, кто другой. Там ничего нету. Ни добавлено, ни убавлено. Но с священником разговаривает. Говорит, а как ты меня крестил-то? Ты мне ладошкой по голове этот человек делал. Тебе уже по 90 лет. Лежит уже почти не шевелится. И стоит на своем. Ты же мне о христе ни одного слова не сказал-то. Только деньги взял. Этот человек любит этого отца Сергия. И говорит ему, чтобы он не попал в ад. Он уходит уже в вечности. Но они-то из него готовят канонизировать уже. Присавь себе такой человек. И вдруг показывает он никто. Он всю жизнь стоял не на своем месте. И вот епископу стало плохо. От этих роликов. Он очень возмущен моим отношением к отцу Сергию. И как я посмел так разговаривать с ним. Учить батюшку. Она-то вот мне... Как в Индии, говорит, разделяется по кастам разом. Так и здесь батюшке договорить. Но батюшка-то уже совсем недвижимый. Это уходит. Мы можем вопросы задать. Он им вопросы задает. Как так мог ты говорить? Только как на четвереньках, на цырлах, как говорят. Я пишу ему. Ответ. Она звонила. Поговорили. Пытался успокоить ее. Состояние людей по ней можно уже судить. Совершенно не готова к гонениям. Ей тоже давали там преследовать. Вызвали. Епископ сказал. Ой-ой-ой. Что мне будет? Теперь как? И играет причастие. Не допущу до причастия. А она никакого отношения не имеет. Просто ухаживала. Допоела, докормила его. Она ухаживала, говорит. И на нее такие нападки теперь свои же, православные, воскрысились. За что? Она ни к ролику не имеет отношения, ни к чему. И ролик-то хороший. Хороший. Как там архимандриты, как его постригают схему, как надевают этого. Ну, то есть игра детская идет. Выжившего их из ума. Детская игра. Человек уже и говорить не может. Двигаться едва-едва-едва переступает. Его облекают в новое и в новое. Вроде там на новых уровнях Шрастро получат что-то. Как у Даниилова написано. Ну. Ролики хорошие и полезные. Это уже вторая атака на них с той стороны. Епископу другие заботы Бог допускает. Ответ держать зарассеившихся по горам овцам. Это я пишу об этом. Главные переживания у него должны бы быть в день его рукоположения в епископы. Зачем же он пошел на такой пост, которому совершенно не подготовлен? И рассыпается при одном слухе о подозрении, что его будут обвинять в опущениях. Что священники людей не крестят уже столько десятилетий, а только пухленькой, ручкой, мокрой гладят волосы. Горе им, говорящим привратно, не работающим, входящим в систему церковного бизнеса. И что им там не понравилось? Ни слова не нарезано. Все взято с натуры. Тем более человек уже отошел на отчет к Богу. То есть того же священника нет, уже умер, уже все. Книга закрыта. Так нет то, что там ему говорили, а теперь вот видишь, им канонизацию или что там сбивают-то. Я ей отказал неразумно на ее просьбе и пригласил на лето к нам побыть с детьми. Ну видите как, на события дня показать, что хотел сейчас, там просчитать. А что просчитаешь-то и не зайдешь? Вот, говорит, интернет, там все есть. На сне книги-то нет, но вот погасло, нет. Погасло и уже не зайдешь. И сколько вот уже бьются, бьемся, сидим здесь. И ничего не можем сделать. Какие события? События тут у меня очень хорошие написаны. Я бы сейчас открыл их, показать. Какие поставлю новые ролики. Вы, кто наши ресурсы знает, заходите. Это все-то, что умерли уже 70 человек с лишним в Иркутской области. Там от боярышника какого-то. Я вчера два ролика о пьянстве. Составил два ролика. Очень богатые материалы. Просто приглашаем посмотреть, чья это вина. Вина тех, кто не учил, что есть Бог, есть вечность. Я просто ставлю в пример людей, которые не пьют. В этой же стране живут и в рот не берут. Ничего нету с ними. А эти, что бы угодно наглотать. Сидеть, бензин в гараж к отцу придет, сядет над ведром бензина где-то, закроется палаткой сверху и дышит, пока не упадет. Зачем такие люди на земле живут? Зачем они живут? Это как вот вспомнишь, Митя Карамазов за симу спрашивает, отец, а зачем этот человек живет? Мне это напоминает всегда, это рассказ Льва Толстого, Хаджи Мурат. Когда русские пришли в горы там, кто они там, чечены, разогнали их, постреляли, внука убили, пасеку всю разорили. На зиму заготовленный был лес, сено сожгли и отступили обратно-назад, покоряли Кавказ как. А теперь он глотает за все это. Ермолов там наводил порядок железной рукой. И что? И вот они собрались, оксакалы, там вокруг костерок дымится, ничего нет, сакли разрушены. Аллах, а зачем эти люди живут? Без слез считать нельзя. Лев Толстой, он участник был этой компании. И он говорил, зачем они это все делали? Зачем? Люди жили своей жизнью. И что, они их к вере привели? Ко Христу? Да какой Христос? С пушками пришли, а у тех это нету. Шамиля били, 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 добили наконец. А теперь уже стали ему показывать, какие у нас храмы большие. Отпустили. Да, поступили человеколюбно. Не как сейчас. Никто бы Гитлер не отпустил живьем. Так вы пришли к Шамилю-то, а не он к вам пришел-то. Вы на их земле были. Почему здесь разные там Орловские и другие убивали, в партизане или когда одобряете? Потому что пришел немец на нашу территорию. А почему те в Афганистане убивали, вам не нравится? Вы пришли на их территорию. То государство, которое даже захватическая политика русских царей не привела их туда. Не было этого. Да и не было у русских, чтобы с дубинкой ходили полицейские. Это все вели сейчас. Так странно было, когда впервые дубинки вели у полицейских. Никто этого не знал. Ну, еще сказать здесь больше. Ну, получается, сегодня у нас неполное. Маленько сейчас еще одну попытку сделаю. Может быть, тронется с места. Надо реагировать на события, какие происходят в мире. Ну, вот, отреагировать, это сокрушение, пьянство. Это все это, в конечном-то счете, не в полноте и лицемерно. Кого-то где-то бомбят здесь, а свои террористы издают вином, водкой, спиртом, залили страну. И говорит, 20 миллионов алкоголиков. Миллионов. Даже считаешь, там Онищенко выступает. Даже трудно поверить, что это так и есть. Ну, видимо, так и есть. Раз уже говорят, все это подсчитано у них. Они это знают. Не можем кричить. Каждый день 18-20 тысяч абортов. Каждый день. А тут 70 человек. Да молодежи-то уже спилось. Там пересчисляют, только речь идет о миллионах. Миллионы. Четыре миллиона называют. И притом начинают пить-то там, или это первым, во втором классе. И человеку разум совершенно не нужен. Бессмысленная жизнь. Безбожия. Но ни одного адвентиста седьмого дня там не было за сто с лишним лет. За сто лет. Ни одного спившегося. Ни одного. Вот тебе и, пожалуйста, пример. А мусульмане. Настоящие мусульмане ворот не берут. Я там в роликах показываю, статистика есть. Все на этом. Видите, интернет нам не позволил по нашим ресурсам пройти. Ресурсы какие-то. Где не возьму, прервано. Это вот мой мир так показывает. Открываю форум вот такой. Открываю видеоканал вот такой. Вот сейчас я показываю наш сайт. Вот я его включил. Но еще нет. Даже не мигает. Тебе видно или не видно показать? Вон они две. Тут даже, там три даже мигает. Ну, нету. Нету. Вот нету и все. Не стоит, как этот показывает, когда в интернете работает. Ну, видишь, вот не открывается, не открывается там. С корешка листает. Ты видел этот? Нет? В интернете там один пришел помогать, а такой сидит там, как я, бестолковый-то. И он его выщит как. Это папка, папка. У него папка такая. Он корешком сюда повернул. Ну, не открывается, не открывается. Вот так вот. Видно, монах сидит там, нервничает и то другое. Он ему говорит, так инструкция, инструкция. А он разворачивает свиток. Такой, я привык как-то по-старому вот это, то другое. А там видно, хохочет то ли немецкое или какое. Ну, интересно очень. Так умеет как-то. Ну, видно, что не старобрядцы. Юмор есть. А где юмора нет, там старобрящество. Ну, все на этом.